Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практика. Сегодня мы гадаем на трех колодах на такую тему «Кто вас любит?». Это очень такая приятная тема. Нам нужно знать об объекте, который испытывает к нам чувства. Может быть, это для вас покажется несколько неожиданным, когда вы послушаете интерпретацию. А может быть, вы как раз услышите то, что вы ожидали услышать. У каждого это проигрывается индивидуально. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, когда вы выбираете позицию, потому что именно вы ее выбираете самостоятельно. То есть не я за вас выбираю, я только трактую карты. А вот саму по себе позицию выбираете интуитивно именно вы. И опять же, что хочет вам через эту позицию сказать Вселенной? Мы никогда не выбираем зря наши карты. Никогда. Да, даже если вам кажется бред какой-то карты, говорят, если вам кажется, что они вам дают не те знаки, это неправда. Это просто вы не смогли эти знаки прочитать и понять. Итак, выкладывать я буду сразу. На трех колодах шесть позиций. То есть у нас будет сразу же весь набор. Использую я три колоды. Это темная Таро Рою. Это волшебная сказка Ленорман. И послание ангелов для влюбленных. Итак, Вот я выкладываю шесть позиций. И именно будет сразу же по три карты. То есть я все эти карты буду выкладывать. Кто вас любит? У нас основной вопрос. И это видео актуально именно в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно вдруг записано. Вот много лет назад вы его нашли на просторах интернета. Значит, оно для вас актуально. Именно сейчас, сегодня. Когда вы его нашли. Когда вы решили его посмотреть. Это очень важный момент. Кто вас любит? Вот такие магические наши карты волшебные. Вот сегодня мы используем очень интересные колоды с вами. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Выбирайте сердцем. Выбирайте душой. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте. А потом переходите на свой тайм-код. А те, кто уже выбрал, мы начинаем. Кто вас любит на сегодняшний день, на данный момент, когда вы смотрите. Итак, для тех, кто выбрал самую первую позицию. Вышла карта Двойка Пентаклей. Вышла карта Башня. И вышла карта Романтические Чувства. Ваши чувства реальны. Их следует развивать. Ну, что я могу здесь сказать вот именно по тому, кто вас любит. здесь мы видим человека, который, возможно, является на самом деле вашим или коллегой по работе, или человека, который является с вами, ну, не знаю, в одном учреждении по учебе, да, так скажем, сокурсником, одноклассником, может быть, тот, кто находится часто в одном помещении с вами, находится часто рядом, этот человек где-то близко бывает, смотрит на вас, вы общаетесь с этим человеком. И видно, что испытывает чувства, но сказать на самом деле не может, да. То есть, человек вас любит, но как будто бы есть препятствие для того, чтобы высказывать свои чувства. Есть препятствие для того, чтобы, ну, как-то выражать вот эти вот романтические чувства, да. То есть, видно, что, возможно, вас к этому человеку тоже подсознательно тянет, поэтому карта вышла вот такая вот, что чувства реальны на самом деле, их следует развивать. Может быть, вы именно подозреваете какого-то человека, ну, вашего начальника, коллегу, однокурсника, одноклассника в таких чувствах к вам и сами тоже тянетесь к этому человеку, да, но боитесь признаться себе в том, что эта связь может действительно быть, что эта связь может быть реальной. Вы как будто бы понимаете, кто этот человек, или хотя бы подозреваете этого человека в том, что он вас любит. Когда я вижу здесь карту Двойка Пентаклей из Темного Торо Рою, я понимаю, что есть фальшь, да, когда человек истинно свои чувства не выказывает, не показывает, не говорит о них, всё не то, каким кажется. То есть эта карта, она именно об этом всегда и рассказывает тому, кто её трактует, что на самом деле всё совсем иное, чем вы об этом думаете. Вы можете подозревать человека в чувствах, но когда этот человек признается, да, в этих чувствах, когда он вам их на самом деле будет показывать, вот в чём вопрос. Возможно, у человека есть жизненный выбор какой-то. Возможно, этот человек мечется, а стоит высказать эти чувства или не стоит. Потому что Двойка Пентаклей в этой колоде, да, вот она стоит в этих чувствах, в этих эмоциях, она стоит в этой воде, эта девушка, но она не знает, как выражать, как говорить об этом. И она может только притворяться кем-то другим, притворяться какой-то другой натурой даже, да. Конечно, может быть даже так, что человек думает, вот его сексуально тянет к вам, а вдруг это не любовь, а вдруг это ещё не те серьёзные чувства, да. Вот сейчас окунусь в отношения, а отношения потом зайдут в какой-то тупик, а мы вместе там учимся или работаем, и как я вот буду вот высказывать, да, потом, ну, то, что я там не готов уже к этим отношениям, и придётся вместе потом работать, а как уже работать, да, вот это как препятствие идёт, вот эта башня. Башня – это же казённый дом, и мы видим здесь действительно Рапунцель в своей башне, да, вот она косую, сплела как-то там, да, или это вообще, ну, как выход, на самом деле, можно вылезти по ней, но это слишком высоко, то есть есть момент заточения, есть момент ограничений, да, или там этика какая-то профессиональная, рабочая, мешает этому человеку высказывать. Может, этот человек выше вас по рангу, да, вот он забрался на эту башню, выше вас по рангу, и как вот я могу вроде как высказывать свои чувства, есть страх вот этот. и приходится притворяться, приходится жить во лжи. Ну, а какой вот этот человек вот по натуре, да, судя по этим картам? Это уверенный в себе человек на самом деле, и у него есть чувство собственного достоинства, есть харизма. Возможно, это изящный человек, с хорошими манерами, культурный, да, есть высокие моральные принципы, человек может быть даже борцом за справедливость. Также, да, этот человек может занимать какое-то начальствующее положение, как я уже говорила, или очень хотеть быть в жизни, в жизни, в будущем начальником. Умеет этот человек обращать внимание окружающих людей, умеет руководить, умеет защищать свои проекты какие-то, работать даже на публику, что-то отстать, что-то показывать, показывать свои знания, свои умения. Иногда этот человек может даже в душе быть очень одиноким, вот судя по этим картам, прям очень одиноким, особенно вот по этой фальшивой двойке, да, и намеренно этот человек может изолировать себя, ну, даже по башне, судя от других людей, то есть не раскрывать свою душу, быть интровертом в чем-то, или частичный тип такой, да, экстравертивный, интроверсивный, потому что вроде как внешне, да, кажется общительный, допустим, по работе, да, а если в жизни смотреть, редко с кем и дружит, редко с кем сближается, вот, иногда может быть очень высокомерным такой человек, вот судя по этим картам, может и высокомерным быть, и, конечно, очень целеустремленный, лидер по натуре добивается своих целей любым методом, но я надеюсь, что вот это описание вам помогло, для того, чтобы понять, кто этот человек, какой этот человек, может даже он у вас не по работе, а по каким-то увлечениям, по учебе, да, или вот как-то официально, так где-то, вот вы встречаетесь, видитесь с этим человеком, но на самом деле, в душе именно вот любит, ну, такая позиция номер один, опишем человека под номером два, кто вас любит, здесь восьмерка жезлов выпадает, сад, и карта религиозные факторы выпала, на вашу любовную жизнь влияют религиозное воспитание и духовный путь, ну, вы знаете, вот, судя по этой карте, этот человек может быть либо другой веры с вами, да, либо иметь какую-то другую, противоположную вам, или даже совершенно просто разную с вами жизненную философию, это может быть человек другой культуры, совершенно другой страны, да, то есть не обязательно находиться на расстоянии, но этот человек может быть другой национальности, и даже если это национально-содружественно вашей, там могут быть свои обычаи семьи, свои какие-то собственные устои, правила, вот судя по этой карте, то есть вот этот человек в чем-то с вами очень разнится, то, что вы даже не можете осознать, да, вот, насколько вы разные с этим человеком, и вот смотрите, горячая кровь у этого человека, да, восьмерка жезлов показывает инстинкты, то есть это карта инстинктов в колоде Рою, и она говорит о том, что страсть, ну вот нешуточная у человека к вам, очень сильное влечение такое, и, конечно, вы меняете этого человека, то есть он считает, что он стремится к вам, он испытывает к вам страсть, а вы его в чем-то меняете, его жизнь меняете, может быть, даже превращаете его в несколько другого человека, из-за его собственной к вам страсти и тяги, страсть здесь сильная, любовь сильная, у человека много ревности, много эмоций в вашу сторону, вообще сам по себе человек довольно эмоциональный, сам по себе этот человек довольно взрывной, даже имеет характер, и я бы сказала, этот человек очень общительный в жизни, или активный просто, просто имеет жизненную активность, судя по карте сад, этот человек довольно современный, возможно, даже молодой человек, или молодая девушка, или молодой мужчина, и очень жизнерадостный, то есть активный в жизни, любит получать удовольствие от каких-то жизненных благ, может даже любить развлечения, дорогие вещи, любить какие-то, может быть, компании, или прогулки, путешествия, может найти общий язык с любым чужим человеком, такой человек, потому что быстро входит в доверие людей, находит быстро новых друзей, с этим человеком приятно иметь дело, и, возможно, он любит быть в центре внимания, и обладает харизмой, и даром красноречия. Человек не выглядит серьезным, поэтому, скорее всего, когда, даже если бы этот человек показал вам, что любит вас, а может и показывал сто раз, вы ему, наверное, подсознательно не поверили, или не верите, то есть, вот буквально, любит вас человек, которому вы не верите, что он вас любит, просто не верите, считайте, там, бабник, или если девушка, то легкая какая-то, да, легкого поведения, вам кажется, что этот человек избегает глубоких отношений, привязанностей, очень самоуверенный, самонадеянный человек, и такому человеку очень сложно завоевать чужое доверие, потому что многие люди видят его несерьезным, из-за его импульсивности, из-за его общительности, ну, и по вот этим еще параметрам, иногда мы рассматриваем людей сквозь призму каких-то условностей, да, может быть, у вас и были отношения, или есть, но вы не совсем доверяете этому человеку, не верите в эти чувства, в эту любовь, в эту привязанность, в эту душевность, вы можете поверить, что у человека страсть, сексуальная привязанность, но не верите в любовь этого человека, хотя на самом деле он вас вот именно искренне любит, ну, такая позиция номер два. Третья позиция, кто вас любит? Открываем. Наши карты. Ну, а тут мужчина, вот видите, король мечей, если вы женщину ищите, да, если вы мужчина, то эта карта говорит о том, что, ну, очень суровый у женщины характер. Развилка выпала, и карта, не пытайтесь все контролировать, позвольте этой ситуации и развиваться естественным образом. Действительно, если этот человек находится в поле вашем, то проконтролировать такого точно невозможно человека, потому что король мечей, ну, слишком любит свою свободу и сам заправляет любыми делами и правит балда. Мы знаем, что это жесткий характер, и чаще всего именно мужской. Вот, вот, и, конечно, это строгий человек, по нему не скажешь, что он кого-то вообще может любить, потому что слишком много суровостей, диктаторских способностей, каких-то замашек таких, да, тотальных, когда ты все пытаешься действительно в жизни контролировать, то есть это может человек все в жизни контролирует, все процессы. А по поводу развилки, либо вы стоите перед выбором, да, в данный момент жизни, либо этот человек. То есть этот человек может любить вас, но быть в других отношениях параллельно этому. Может, это женатый человек или замужняя дама. Но от любви не спрятаться и не скрыться. И как бы не хотел этот человек вас не любить, у него не получится, потому что в душе уже поселилось это чувство, и пока оно не пройдет, ничего изменить нельзя. Человек сам по себе может, конечно, своим чувствам, если честно, сопротивляться, да, потому что король мечей не хотел бы быть слабым, а любовь, она рождает в нем слабость, она рождает в нем вот это вот ощущение, что ему приходится преклонять свои колени, хотя это он привык, что все ему поклоняются. Карта настоящей власти, карта воли, силы воли. И человек может очень сильно преодолевать в себе чувства к вам по этой карте, по королю мечей, очень сильно преодолевать. Вот лицо делать кирпичом, вы никогда не догадаетесь, что этот человек вообще может вас любить. Чаще всего, конечно, это женатый или замужний, потому что развивка, она никогда практически не ошибается. Этот человек может находиться в других отношениях, в запретной зоне, да, где вы как будто бы из разных миров, и невозможно так уж просто взять и найти точки соприкосновения. Этот человек знает, а возможно вам нужны только серьезные отношения, а дать не могу, да, и вот начинается вот эта вот буря в душе. Но любовь, она и есть любовь. То есть приходится этому человеку с собой буквально бороться и сражаться, чтобы не показать вам, возможно, своих собственных чувств. зато вот если сделает этот человек свой выбор в вашу сторону, будет добиваться до самого конца. Даже если это женщина, она будет, она проявит свою вот эту диктатуру, власть и будет добиваться, биться за эти отношения. То есть даже сможет сказать что-то нежное один раз. Ну, мечи, они не любят, конечно, говорить нежности, говорить какие-то слова любви. Не умеют как-то проявлять свои чувства, да, но если уж человек решит с вами быть вот по этой развилке уже сделать свой выбор, по какой дорожке пойти, то может даже сказать что-то, но биться за отношения будет однозначно. Вообще, какой это человек, да? Иногда этот человек на самом деле в себе сомневается, неуверенный в себе бывает. Именно по поводу ваших отношений, да? Трудно определиться с этим выбором. Может быть, это весы. Бывает такое, весы, близнецы мечутся прям. Поэтому, может быть, мечи и выпали, да? Ну, не факт, конечно. Вот. И знаете, что самое страшное? Если за этого человека другие сделают уже этот выбор, потому что человек слишком затянет с тем, чтобы выбрать самому. Вот это действительно самое страшное. Настолько человек контролирует, может быть, все свои процессы, да, что может переконтролировать и так и не смочь определиться. вот плохо, так плохо. Поэтому здесь хоть и есть у человека от вас эмоциональная зависимость, но он может стать несколько несамостоятельным, если на него повлияет кто-то, кто сделает за него этот выбор. Но еще раз говорю, что, скорее всего, человек в отношениях, да, и выбор этот может сделать половинку этого человека, несмотря на то, что у самого характера очень жесткий, тяжелый, диктаторские наклонности, но иногда такие люди настолько долго мечутся, что потом бывает поздно уже что-то выбирать. Вот. Ему будет действительно позволить этой ситуации развиваться естественным образом, да и вам тоже. Вдруг вы это чувствуете, да, что человек вас любит. На самом деле, скорее всего, не догадываетесь, потому что уж очень умеет этот человек скрывать свои чувства. вот такая вот позиция. Перейдем к следующей позиции, кто вас любит. Карта страшный суд выпала. Букет. И карта стоит подождать вашей любовной жизни действует закон божественного выбора времени. Ну, вы знаете, это человек, возможно, из прошлого, да, с кем у вас уже были завязаны когда-то отношения. Почему из прошлого? Потому что есть карта страшного суда, которая часто в нашей жизни показывает период реабилитации и того, что человек хотел бы все вернуть на самом деле. Плюс букет, который говорит о том, что у человека очень много именно романтических чувств по отношению к вам, желание несколько так прогнуться, поэтому, может быть, вы или сейчас в отношениях, но есть сложности или были в отношениях, но человек хочет помириться, как-то восстановить с вами отношения. Ну, то, что вы знакомы с этим человеком, это как бы на 100%, тот, кто вас любит, вы с этим человеком знакомы. Я бы сказала, знаете как даже, не просто знакомые, а знаете, что этот человек вас любит и решили проверить. Вот так. То есть, муж, жена, бывший муж, бывшая жена, партнер, партнерша или также бывшие, да. То есть, кто-то, с кем у вас уже есть опыт отношений. И, конечно, карты показывают реабилитацию, даже если это муж, жена текущий там или ваш партнер, партнерша, человек очень хотел бы именно реабилитироваться в этих отношениях, себя как-то оправдать, что-то поменять, что-то приукрасить, перестроить и добиться некоторого совершенства этих отношений, чтобы все друг с другом помирились, там, улучшили эти отношения, стали бы вместе, ну, там, больше проводить времени, например, если там, да, у вас серьезные отношения. Но факт в том, что человек сейчас испытывает именно романтику, нежность, готов работать над этими отношениями, но, как уже сказали карты, стоит подождать. Человек, в принципе, приятный, особенно для вас, мудрый человек, любезный человек, умеет сочувствовать проблемам других людей, особенно вашим, умеет привлекать внимание к себе, но это не совсем популярный человек, скорее обычный, больше, да, заботливый, внимательный, доброседетельный, сердечный, искренний человек, или в данный момент очень хочет таким являться, поэтому выпал букет. Ну, и просто дарить цветы, подарки, внимание, все зависит от пола того, кого вы загадали, если мужчина особенно хотел бы ухаживать, да, если женщину загадали, она хотела бы даже, не знаю, там, и женщины, и картины дарят, и все, ну, как бы тоже, хотела бы что-то подарить, что-то сделать для вас, вот так прям, это моя собака, ну, вот, что я могу сделать, да, я не могу управлять собакой, даже силой своего сознания, ой, ну, в любом случае, любовь, скорее всего, взаимная, любовь, скорее всего, ну, уж, по крайней мере, была взаимной, точно, и мне кажется, что, если вы совсем никого не подозреваете, вот, по этой позиции, да, то, может быть, вы встретите вот такого доброго, нежного, любящего партнера, и как будто бы вы знали этого человека всю жизнь, и вот, может быть, этот человек, вот стоит подождать уже в жизни вашей на подходе, но вот такая позиция, перейдем к пятой, кто вас любит, шестерка жезлов, клевер, и свадьба, ну, карта показывает, что дело идет к заключению брака, это значит, что перспектива ваших отношений уж точно есть, вот, вы знаете, судя по этим картам, человек может находиться на расстоянии от вас, понимаете, вообще, шестерка жезлов, колоди роя, она означает воина-незнакомца, ну, или незнакомку, и вы как будто до конца не знаете, какой этот человек, вы как будто до конца не раскрыли этого человека или его потенциал, это может быть легкое знакомство на расстоянии, или легкое знакомство в жизни, но вы не подозреваете, что этот человек может стать вашим мужем или вашей женой в данный момент, человек уже вас любит, бывает такое, любовь с первого взгляда, или любовь с первого письма, Если это по переписке любовь Или где-то знакомство В другой стране может быть Потому что часто шестерка жезлов Означает иностранцев Человек позитивный Человек легкий Человек даже сам не знает о том Что могут быть серьезные отношения В будущем и это вот свадьба Но на самом деле вы Тоже не думайте Об этом совершенно Но есть большой потенциал у этой пары Клевер всегда показывает случайности Показывает легкие отношения Мимолетные знакомства какие-то Когда люди буквально виделись один раз Или Два-три раза Или вообще не виделись, а только общаются По переписке, или виделись на курорте Это что-то случайное Человек случайный в вашей жизни Человека вы плохо знаете И этот человек вас любит То есть это человек для вашей жизни Ваша судьба, для вашей пары Более того Это очень веселый может быть человек Легкий, интересный Любящий разъезды, путешествия Общительный Умеющий Сопереживать, сочувствовать Но в то же время подбадривать Оптимистичный человек Интересный человек Разносторонний Я бы сказала умный Или просто очень находчивый И вот этот человек В вашей жизни Как будто совсем недавно Как легкий ветерок такой Но приводит к свадьбе В будущем Я так понимаю Что вы можете догадаться Кто это Но Как будто Да ну Да ну Да не может быть Вот так вот прям Можете рассуждать По поводу этого человека Да не может быть Что это этот человек Но Все равно подсознательно Вы ощущаете От этого человека Тягу к вам Ну вот такая позиция Пять И шестая позиция Кто вас любит Вышло солнышко Вышла книга И вышла созависимость Вашим любовным отношениям Угрожают Пагубные пристрастия Ну Эта карта Вот по пагубным пристрастиям Она может Знаете как означать Что Либо Зависимость Очень сильная Эмоциональная Либо могут быть Действительно Зависимости Там типа Алкогольная Наркотическая У человека Или игромания Какая-то Но солнце Вот оно вообще Показывает На самом деле Человека еще И несколько Эгоистичного Человек может Появляться В вашей жизни Ярко Вот как Не знаю Как озарение Какое-то Резкое Неожиданное Знакомство Это может быть Ваш клиент Или вы являетесь Чей-то клиенткой Клиентом То есть Даже такие В любом случае Могут быть Рабочие отношения Или Какие-то Допустим Ваш наставник Наставница Или вы Кого-то Наставляете Друзья Простые Да Какие-то Это может быть Соприкосновение С человеком В неожиданной Обстановке Вот знаете Как Такое Ощущение Здесь Что общение Это Оно Есть Но Как будто бы Вот по книге Есть и тайна Какая-то Еще не раскрыт Этот человек Перед вами Полностью Есть еще Варианты Что вы Познакомились На вечеринке У вас там Был случайный Секс И все Да Кажется А на самом деле Этот человек Может уже Проявлять К вам Какую-то Психологическую Зависимость И влюбляться В вас Вообще Карты Такие Показывают Человека Страстного Увлекающегося Вот как будто Вы его вдохновили Потому что Это и гениальный И творческий Человек Да И вот по солнцу Особенно И встреча с вами Эта человека Вдохновила Этого человека Впечатлили вы Настолько Что он не может Вас забыть И стереть Из памяти Вот как вы Прописались В его сознании Это умный человек С широким Кругозором Постоянно Человек Стремится К саморазвитию И редко Усиживаться На одном месте Ну Вообще Любит Каких-то Новых людей Передвижения Путешествия Внимательный В общении Деликатный Скромный Человек Может быть Очень осмотрительным И не готовым Посвящать всех Свои секреты И в нем Есть вот Какая-то Тайна по книге Да Жизнь этого человека Для вас Пока окутана С некоторой Загадкой И Человек Не торопится Перед вами Полностью Раскрыться И не торопится Раскрыть Все свои чувства Перед вами Вот Поэтому Здесь могу сказать Что Может быть Вы тоже Уже проявили Зависимость Подсоснательно К этому человеку Может даже Сами Не признаете Себе В этом Вы знаете Иногда Людей Резко Посещает Сексуальное Притяжение Страсть Вдохновение И они Не думают Что такое Продлится Долго А на самом деле Это выливается Все В серьезное Чувство Вот здесь Какая-то Возможно Такая история Что Как Стихийная Встреча Стихийные Какие-то Отношения Кажется Продолжение Не будет А на самом деле Еще просто Всю тайну Не раскрыли Души Этого Человека Ну вот Такие у нас Были Шесть Позиций Всем Спасибо За внимание Жду Ваших Комментариев По данному Видео Приглашаю Вас На индивидуальные Расклады На консультации По ясновидению И на ритуалы Подписывайтесь На наши Каналы Ставьте Лайк К этому Видео Пишите Комментарии И до новых Встреч